Когда вы растете, вам, как правило, говорят, что мир таков, какой он есть. Вам говорят, старайтесь прожить спокойную жизнь, не пробивайте стены, создайте себе хорошую семейную жизнь, весело проводите время, сэкономьте немного денег. Но жизнь очень ограничена. Жизнь может быть гораздо шире, как только вы обнаружите тот простой факт, что все, что окружает вас в вашей жизни, когда-то было создано другими людьми, которые не были умнее вас, и что вы также можете повлиять на нее. Вы можете создать свои собственные вещи, которые другие люди смогут использовать. И в эту минуту, когда вы поймете, что можете вмешиваться в жизнь, что ваши действия приводят к результату, вы обнаружите, что можете сами менять и формировать жизнь. Возможно, это самое главное. Избавиться от этого ошибочного представления, что есть жизнь, и в ней надо просто жить. Нет, ее можно изменять, улучшать, вносить свой вклад. Я думаю, что это очень важно. Как только вы это поймете, вам захочется сделать жизнь лучше, потому что в ней достаточно много беспорядка. Вы уже никогда не будете таким, как раньше. Люди говорят, что необходимо быть увлеченным тем, что вы делаете. И это абсолютно верно. И причина в том, что это очень трудно. Если в вас нет увлеченности, то, как любой нормальный человек, вы сдадитесь. Это действительно трудно, и вы должны делать это дело в течение длительного периода времени. Поэтому, если вы не любите это дело, если вы не получаете удовольствия от того, что делаете, значит, вы не увлечены и, в конце концов, сдадитесь. Это то, что на самом деле происходит с большинством людей. Если вы посмотрите на тех людей, которые стали успешными, и на тех, кто таковыми не являются, то успешные отличаются тем, что любят свое дело. Ведь кто захочет терпеть такие трудности? Только тот, кто действительно болен своим делом. Они упорны в достижении результата, даже когда по-настоящему тяжело. Если вы не увлечены своим делом, то вы потерпите неудачу. Когда мы только начинали, у нас не было ни малейшего представления, какие люди будут заниматься всем этим. На самом деле, одним из двух человек, которые все это создали, был я. Мы не могли позволить себе купить все составляющие компьютера, поэтому мы взяли некоторые составляющие у Хьюлитт Паккарт и стали работать над нашим новым проектом, решив, что мы создадим наш собственный компьютер. Просидев до 4 утра в течение нескольких месяцев, мы наконец-то создали его. Мы показали свое творение нескольким друзьям, и всем сразу захотелось такое же. Но чтобы собрать один такой компьютер, требовалось 40 часов и еще 20-30, чтобы его настроить. У нас было много друзей, которые работают в подобных фирмах, которые тоже могли брать там части для наших будущих компьютеров. Вскоре мы обнаружили, что тратим все наше время на то, что помогаем нашим друзьям создавать компьютеры. Все это стало занимать слишком много времени. Тогда мы придумали, что хорошо было бы сделать готовую материнскую плату, чтобы мы могли посылать готовые материнские платы нашим друзьям и таким образом сохранить время для сборки и отладки компьютера. И тогда ВОЗ продал свой калькулятор, а я продал свой фургон, и так мы выручили 1300 долларов. Эти деньги мы заплатили нашему другу, который проектировал материнские платы, чтобы он нам ее спроектировал. Мы решили, что будем продавать материнские платы по цене вдвое больше, чем нам стоило ее сделать, в надежде вернуть стоимость вложенных средств. И в целом у нас получилось. В общем, так мы и сделали. И однажды, когда я, как обычно, собирал печатные платы, я встретился с одним парнем, первым неплохим парнем, который нам попался. Он сказал, что хотел бы приобрести 50 наших компьютеров. Долларовые знаки так и побежали у меня перед глазами. Но было одно «но». Он хотел, чтобы мы поставили ему не платы, а 50 полностью собранных и отлаженных компьютеров. Следующие пять дней мы провели на телефоне, пытаясь найти дистрибьюторов электронных составляющих, которые бы согласились предоставить нам требуемые компоненты на сумму в 10 тысяч долларов. И все это на чистом энтузиазме. В итоге мы получили нужные детали и собрали сотню компьютеров. Мы продали 50 из них, что позволило нам заплатить нашим дистрибьюторам. С этого все и началось. У нас оставалось еще 50 компьютеров, которые нам необходимо было продать. Так мы задумались о маркетинговом распространении нашего товара. И постепенно мы начали развиваться. В этот момент у нас появилось ощущение, что у нас уже что-то получается. И это ощущение, оно совершенно особое. Это возможность своими глазами увидеть, как все происходит прямо сейчас. И сейчас многие спрашивают о том, знали ли мы, что это разрастется в такие большие масштабы. И мы, конечно, можем отвечать, да, мы все заранее расписали и распланировали, но это было что-то другое, когда мы просто видели, как 500 человек работают за нашими компьютерами. Когда вы стали генеральным директором, вам позвонил Стив Джобс. Дал ли он вам какой-нибудь совет? Нет. Ну, он позвонил мне не для того, чтобы советовать. К этому моменту у нас уже был опыт совместного сотрудничества Nike и Apple. Мы использовали знания компании Apple и наработки компании Nike и привнесли новую технологию на рынок. Ну, так вот, он позвонил и поздравил меня. Мы поговорили, я спросил, будут ли у него для меня какие-нибудь советы. Он сказал, нет, нет, у тебя все замечательно. Потом наступила пауза, и он говорит, вообще, я могу дать один совет, ведь Nike производит лучшую продукцию в мире, красивые, потрясающие вещи, также вы производите кучу всякой дряни. Просто избавьтесь от хлама и сосредоточьтесь на хорошей продукции. Я думал, что за этим последует пауза и небольшой смешок, но после паузы не последовало никакого смеха. И он был абсолютно прав. Самые великие люди сами собой управляют. Они не нуждаются в управлении. Как только они поймут, что от них требуется, они сами решают, как это сделать. Они не нуждаются в руководстве. Все, что им нужно, это некоторое глобальное общее понимание. В этом и заключается руководство. Руководство означает иметь четкое понимание и умение его грамотно донести до окружающих, а также умение достигнуть консенсуса по поводу этого общего понимания. Мы хотели, чтобы у нас работали люди не столько опытные, сколько тонко чувствующие развитие технологий, понимающие последние тенденции и знающие, как нам лучше это использовать и как воплотить это в жизнь. Таким образом, при наилучшем раскладе у вас появляется основная группа из десяти потрясающих человек, которые сами определяют, кто еще сможет к ним присоединиться. Мы в Эппл прошли через этап, когда все стали говорить «Мы скоро станем большой компанией, давайте наймем команду профессиональных менеджеров». И мы действительно наняли команду менеджеров. В итоге ничего из этого не получилось. Большинство из них оказались абсолютными профанами. Они знали, как управлять, но при этом вообще ничего не умели делать. И вот что самое интересное. Вы знаете, из кого находятся лучшие менеджеры? Из тех, кто всегда вносил индивидуальный вклад в дело и никогда не хотел быть менеджером, потому что никто другой, кроме них, не сможет выполнить эту работу лучше. Это довольно любопытно. Мой капитал составлял более одного миллиона долларов, когда мне было 23, более 10 миллионов, когда мне было 24, и более 100, когда мне было 25. Но это было неважно, потому что я никогда не делал то, что я делаю ради денег. Я думаю, что деньги — это замечательно, потому что они дают тебе возможность делать разные вещи, позволяют инвестировать в различные идеи, долгосрочные проекты и тому подобное. Но в моей жизни они никогда не играли решающей роли. Самым важным была наша компания, люди, наша продукция и то, что смогут сделать другие люди, используя нашу продукцию. Так что я не слишком много об этом думал. Я никогда не продал ни одной акции. Я действительно верил, что в долгосрочной перспективе дела у компании будут идти очень хорошо. Наша цель — создавать лучшие персональные компьютеры в мире, создавать продукты, которые мы могли бы с гордостью продавать и рекомендовать своим родным и друзьям. И мы хотели бы сделать это по самым низким ценам. Но я здесь должен сказать вам, что есть некоторые товары в нашей отрасли, которые мы бы не смогли с гордостью поставлять и не стали бы рекомендовать нашим родным и близким. Мы не можем этого сделать, мы просто не можем поставлять хлам. Поэтому есть ценовой порог, который мы не можем переступать, ввиду того, что мы из себя представляем. Но мы хотим создавать лучшие персональные компьютеры в отрасли. И нам кажется, что очень значительный процент представителей нашей отрасли хотят того же. И, сравнив, вы увидите, что наша продукция, как правило, продается не по самым высоким ценам. Если вы покупаете подобный товар у наших конкурентов, то потом вам приходится дополнять его определенными функциями, чтобы нормально его использовать. В итоге вы обнаруживаете, что достаточно часто они выходят вам дороже, чем наши товары. Разница в том, что мы не продаем вам урезанный, никуда не годный продукт. Мы просто не предлагаем подобные категории товаров. И если вы отодвините в сторону товары низкого уровня и сравните нас с нашими конкурентами, мы будем выглядеть достаточно неплохо. Многие люди уже проводили подобные сравнения и сами говорили нам об этом. Самая трудная задача — это понять, как какое-либо новшество вписывается в ваше цельное глобальное видение, которое позволит вам продать продукт на 8-10 миллиардов долларов в год. И на мой взгляд, главное, с чего следует начинать — с суднами. Большое вам спасибо.